этот случай уникален произошло то что не укладывается в голове самый нашумевший случай массового контакта с инопланетянами в процессе которого открывался огонь на поражение это произошло в ночь с 21 на 22 августа 1955 года в деревушке келли штат кентукки сша семья фермеров саптонов и гостившие у них друзья билли рей и джун тейлор были атакованы загадочными существами всего в доме находилось 8 взрослых и трое детей взрослые ужинали когда на улице громко и неистово залаяла собака перепуганный пес скребся в дверь словно его кто-то напугал билли рэя очень удивило такое поведение пса поэтому мужчина решил выяснить причину странной реакции он вышел на улицу но уже через пару минут вернулся очень взволнованным и сообщил что наблюдал в небе светящийся объект который заливал светом всю равнину вскоре объект приземлился примерно в 100 метрах от него в русле пересохшей реки однако присутствующие сочли это розыгрышем и просто посмеялись над удачной шуткой спустя полчаса люди услышали как кто-то ходит под окнами и что странно пес молчал никак не реагируя на присутствие постороннего во дворе мужчины прихватили с собой ружья и вышли на улицу там они увидели на другой стороне поля бледно-розовое сияние о котором рассказывал рей вдруг позади них раздались шаги мужчины повернули головы и остолбенели от ужаса странное существо стояла за их спинами рост его был около метра безволосое тело слабо отсвечивала на большой лысой голове были длинные остроконечные уши на лице пришельца выделялись огромные глаза с желтыми белками и темно-зелеными зрачками руки гуманоида были длинными тонкими с неким подобием перепонок между пальцами ноги тоже тонкие оканчивались чем-то похожим на присоски существо подняло руки вверх будто собираясь сдаться в плен когда она двинулась навстречу мужчины в панике бросились к дому и остановившись только перед дверью открыли огонь по неизвестному существу однако попавшие в него пули не нанесли повреждений а лишь отбросили пришельца назад поднявшись незваный гость бросился на утек не успели друзья зайти в дом и захлопнуть за собой дверь как раздался громкий детский вопль рванувшись в детскую мужчин увидели такого же монстра с любопытством заглядывающего в окно они опять вскинули ружья и выстрелили но как и в прошлый раз существо по-видимому не погибло так как впоследствии тела обнаружено не было никто не знал что творится за стенами дома поэтому было решено выйти и посмотреть били рэй первым шагнул на крыльцо лаки сатан последовал за ним но не успел покинуть дверной проем с крышей свесилась когтистая светящаяся рука и вцепилась били волосы лаки схватил друга за одежду резко рванул на себя и затащил в дом люди в страхе затаились в одной из комнат наступившей тишине были отчетливо слышны чьи-то шаги по крыше при этом когти с противным звуком царапали черепицу хозяин дома был смелым и решительным человеком поэтому снова решил выйти на разведку то что он увидел повергло в шок даже его на крыше дома сидела сразу несколько мерзких существ сатан стал стрелять по зеленым тварям но пули по-прежнему не причиняли им вреда ему ничего не оставалось как вернуться в дом и крепко запереть за собой дверь пришельцы же вели себя совершенно свободно они разгуливали по крыше и заглядывали в окна после трехчасового кошмара напуганные люди решили бежать в 23 часа они выскочили на улицу и бросились к своим машинам их путь лежал в полицейский участок конечно же в полиции не поверили рассказывал каких-то там пришельцах выслушали людей только потому что их было много и они были очень напуганы да и о происшествии рассказывали одно и то же в итоге комиссар полиции 4 полицейских поехали на ферму прибыв на место они тщательно осмотрели дом и его окрестности все что им удалось найти это жалобно скулящую собаку и множество стрелянных гильз на земле но ничего более в конце концов полицейские покинули дом сатанов пообещав вернуться утром измученные люди наконец решили отдохнуть мать лаки не могла спать из-за пережитого кошмара а под утро когда забрежил рассвет женщина увидела что какое-то свечение заливает ее комнату следующие мгновения через окно на нее уже таращились огромные желтые глаза инопланетянина в этот раз она решила не шуметь а потихоньку разбудила сына плаки снова попытался застрелить монстра но опять безрезультатно выстрел конечно же разбудил всех обитателей дома которые до утра больше не замкнули глаз сатаны видели как по хозяйски по двору и по крыше дома разгуливают мерзкие создания ничего не могли с этим поделать но как только взошло солнце монстры будто растворились в воздухе и никто больше в этих местах их не видел погоня за сенсацией в деревне тут же стали прибывать репортеры все по-разному отнеслись к этому происшествию многие издания высмеивали сатанов приписывая им галлюцинации от принятого алкоголя уфологи довольно внимательно исследовали эту историю но никто из них не нашел доказательств того что это был сознательный обман или массовая галлюцинация вызвало сомнение и предположение что люди приняли за пришельцев каких-либо животных кроме того начальник полиции рассел гринвейл так прокомментировал эту ситуацию этих людей напугало что-то что не укладывается в рамки их понимания в поддержку инопланетной версии случившегося можно привести тот факт что в этом же году поступало много сообщений из разных мест сша о появлении инопланетян важно сказать о том что никто из 11 человек находившийся в тот момент на ферме а потом на долгие годы ставших предметом для жестоких насмешек не отказался в дальнейшем от своих показаний друзья что думаете вы об этой истории напишите в своих комментариях всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всем пока